История российских правоохранительных органов начинается с 1715 года. Именно тогда Пётр I создал в империи службу охраны общественного порядка и назвал её полицией. Ведомство занималось почти всем – от чистки улиц до тушения пожаров. Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков, фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности. После Октябрьской революции 1917 года один из первых шагов большевиков – создание рабочей милиции. Но государственным профессиональный праздник стражей порядка стал намного позднее – только в 1962-м. Около 50 лет его называли Днём милиции. С 2011 года дата получила новое название – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Теперь его отмечают ежегодно 10 ноября. Знаково то, что наши праздники рядом с Днём единства. Вот это единение народа и полиции – это показывает то, что полицейские и сотрудников – это не люди, которые живут в отдельном мире, в отдельных квартирах. Это те же жители города, которые любят свой город, которые работают на благо граждан, на благо детей, на благо всего города. День полиции личному составу зачастую приходится встречать на посту, рассказывает Денис Сераев. Сам служит в органах более 20 лет. Сегодня пришёл на праздник в костюме сотрудника ГАИ 50-х годов. Меняются времена, эпохи, но служба, она была службой и в 40-е годы, и в 50-е, и в 60-е. Хочется отметить словами той замечательной, знаменитой песни о работниках милиции, полиции. Наша служба и опасная, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна. Как это было, как наши предки, отцы и деды служили для народа, так и сейчас мы служим для нашего рода. В честь праздника на площади перед Дворцом детского и юношеского творчества выставка моделей оружия, специальных средств и образцов автотехники от советской до самой новой. В программе показательное выступление отряда профессиональных кинологов. Собака отправляется по команде паста нарушителя, он ее обливает ладони, тем не менее, собаку это не пугает, и она продолжает отценно нападать на фигуранта. Кроме того, сотрудники полиции показали навыки ведения боя и умение владеть огнестрельным оружием. Все интересно, особо впечатляет ребята в форме, очень нравится. Интересно очень. Мне оружие понравилось очень, вот, например, особенно новое. С такой полицией мы можем спать спокойно, это уж точно. Это уже, это молодцы ребята, все рассказали, все показали. Служить в правоохранительных органах сегодня мечтают десятки школьников, уверяет Александр Крайнюк. Говорит, интерес к профессии увеличился после воссоединения с Россией, а вместе с тем возросли и шансы поступить в профильный вуз. Обращайтесь в кадровые подразделения, в районные отделы, в ОМВД, там дадут профессиональную консультацию. Единственное, я хочу обратить внимание, что поступление в вузы, органов внутренних дел, прием документов заканчивается 1 марта. Не начинается, а заканчивается. Поэтому нужно это делать уже сейчас. На сегодняшний день севастопольская полиция насчитывает более 2000 сотрудников. По официальным данным, за первое полугодие 2015-го ими раскрыто более 4000 преступлений. Анастасия Синица, Карина Сыч, информационный канал Севастополя.